сегодня у нас вебинар на тему функциональный функционал блока казначейства настройка лимитов расходования денежных средств сначала отвечу на два самых популярных вопроса запись у нас будет она будет выложена на youtube канал и второй момент если у вас возникают вопросы пишите их в чат в конце мы на них ответим так пару слов о себе константин алексеев около пяти лет занимаюсь автоматизацией на производственных предприятиях занимаюсь в основном финансовыми блоками но касался в той или иной степени и других блоков участвовал в проектах в россии белоруссии казахстане теперь перейдем непосредственно к нашему бинару мы сегодня будем рассматривать блок казначейства и лимиты то есть рассмотрение блока и цель рассмотрения блока казначейства это непосредственно дать материал чтобы было представление как можно запустить казначейство то есть если у вас есть ERP или вы планируете купить ERP чтобы вы могли посмотрев этот материал примерно за месяц выработать некие свои бизнес-процессы и начать пользоваться этим функционалом программа вебинара у нас первое это казначейство объекта системы здесь мы рассмотрим общие данные по блоку за что он отвечает создание и работа заявок на создание и работа заявок на расходы денежных средств здесь мы посмотрим как создавать заявки соответственно как с ними работать платежный календарь мы посмотрим автоматизированное рабочее место платежный календарь как казначей с ним взаимодействовать выгрузка в клиент-банк соответственно посмотрим как выгружать уже согласованные заявки заявки которые вы уже поставили к оплате в клиент-банк, какие есть инструменты в ERP, отчетность, посмотрим как сформировать отчетность и настройка лимитов. Настройка лимитов это, как правило, отдельная тема, ее очень долго разбирать, но казначейство без лимитов очень сложно смотреть, поэтому мы все-таки затронем определенную часть настройки лимитов и настроим парочку лимитов. Один лимит настроим на примере. Смотрите, мы будем смотреть на примере системы, я все буду делать с нуля, в том числе и интересующие нас NCI, поэтому вы потом сможете сами все это сделать системе. Так, пойдем дальше. Казначейство, объекты системы. На экране вы видите некоторые объекты системы, которые важны для блока казначейства. Это не все объекты, мы некоторые из них посмотрим. Казначейство это тот блок, который очень сильно взаимовязан с другими блоками, поэтому рассматривать его как что-то единичное нельзя. Ну, допустим, никакого казначейства не будет без контрагентов и договора, никакого казначейства не будет без фактических оплат. Без планирования казначейство тоже очень сложно рассматривать. Поэтому какие-то вещи мы рассмотрим. Мы перейдем сразу к заявкам. Вот мы видим форму заявки. Сейчас мы перейдем в систему и начнем работать в системе. Сначала некоторые технические, моменты, без которых мы не начнем работать. Мы создадим банковский счет, по которому мы будем делать все заявки и платежи и введем по нему остатки. Это единственные моменты такие технические. Дальше мы только будем заниматься непосредственно казначейством. Работать мы будем с организацией металл-сервис. Это демо-база. У меня это сборка 2.5.7.3.3.6. Сейчас более актуальные, чуть выше версии 2.5.8. Но вот сегодня мы будем на 2.5.7 смотреть. Не сильно отличается функционал. По банковскому счету. То есть, куда я перешел? НСИ, банковский счет. То есть, представьте, вы зашли в систему первый раз, вам нужно что-то сделать. У вас, допустим, есть уже организации, не будем это рассматривать. Но вам нужно создать банковский счет. Создаем. Ну, мы не будем его создавать. Я его скопирую. И посмотрим, что мы будем делать. Что в нем есть. Наименование. Привязка к организации. То есть, банковский счет привязан непосредственно к организации. Номер счета. Какой-то введем. Банк. Биг. Все это, соответственно, вы вводите. Валюта, по которому будет счета. То есть, здесь эти реквизиты не просто указаны для каких-то значений по умолчанию. То есть, допустим, если вы указали рублевую валюту, то заявку, заявка и договор к этому счету уже подтягиваться не будут. Тут такой момент. Платежи проводятся через корреспондентский счет. Если вам нужна такая опция. Дальше у нас тип расчетного счета. Мы рассматриваем расчетный счет. Отдельный счет по госконтракту. Если у вас госконтракт есть, то фиксируется отдельный номер. Вот что нам здесь нужно. Это галочка разрешить списание денежных средств без заявок на оплату. Если у вас нету, не стоит эта галочка, то вы, в принципе, по этому счету заявку не сможете завести. Не заявку, а платежку. Без заявки вы не сможете завести. Даже если у вас будут админские права. Ничего сделать не сможете. Так, срок исполнения платежа. Это данные, которые нужны для перемещений и для внутренних процессов по исполнению. Нас что тут еще интересует? Печатные формы. Нас еще интересует обмен с банком. То есть нужно обязательно включить обмен с банком. Файл выгрузки, файл загрузки можно указать по умолчанию, но мы сейчас этого делать не будем. Учетные информации. Соответственно, это информация по регламентированному учету. По умолчанию 51 счет. Можно указать подразделение. Можно указать группу финансового учета. Сейчас на этом не будем останавливаться. Направление деятельности тоже можно указать по умолчанию. Здесь нас больше ничего не интересует. Мы назовем его сегодняшним числом. Записать, закрыть. Все, у нас есть наш счет. И буквально еще секунду, если вы создаете счет, и вы уже какое-то время работали, это можно в принципе не запоминать. У вас должен быть какой-то остаток по этому счету. Ну, то есть в любом случае у вас в банке лежит какой-то остаток. Нужно указать остаток. Мы указываем нашу организацию, указываем наш счет, чтобы работать только по нему. И, допустим, у нас лежит миллион. Миллион в валюте рублей. Сумма управленческого счета у меня пересчитывается в доллары, потому что у меня сумма валюты управленческого учета – это доллары. Поэтому здесь вот так. Мы ставим дату. Я поставлю первое десятое, чтобы на первое десятое все это было. Все, провести и закрыть. Извините. Все, с этим мы закончили. Теперь будем работать непосредственно с заявками. Допустим, вы поставили систему, дали доступ сотрудникам, им нужно заполнить заявки. Переходим к казначейству. Заявки на расходный денежный средств. Способы ввода заявок на расходный денежный средств есть разные, как типовые, так и нетиповые. То есть вы можете использовать какую-то текущую систему, в которой вводятся заявки, какая-то надстройка и настроить интеграцию. Либо вы можете использовать просто типовой функционал. Если у вас, допустим, есть терминальный доступ и решен вопрос с лицензиями, то вы можете дать всем доступ, настроить определенный интерфейс, чтобы сотрудник мог входить и вводить заявки непосредственно со своим уровнем доступа. Только по своему подразделению, только по своим каким-то цифрам, только по своим статьям. То есть если вы вопрос доступа решили, то можно это все настроить. Еще один момент. Зайду еще раз в начале в настройки НСИ, казначейство и взаиморасчеты и планирование контроля денежных средств. То, что мы сегодня будем рассматривать. Если вот эта галочка не включена, заявки, то у вас заявки в принципе в системе не фигурируют никак. Есть еще использование лимитов. То есть это последнее. Но сейчас нам это не нужно, мы поэтому нажмем не используется. Есть два способа использования лимитов. Это по документам лимитов расходования денежных средств и по данным бюджетирования. Я когда дойду до лимитирования, расскажу об этом. Сейчас нам это не нужно, поэтому мы все это выключим. То есть я сейчас выключил, лимиты вообще у меня никак не работают. Переходим к заявкам. Это у нас журнал заявок. У нас есть данные по заявкам, есть номер, есть дата заявки, сумма, валюта, статус, дата платежа, приоритеты. Это у нас демо-маза, поэтому какие-то материалы здесь уже есть. Что здесь можно сделать? Здесь можно создать заявку с определенным видом операции, на определенную операцию. Можно скопировать, можно создать на основании какой-то документ, один из документов. Можно сменить статус в этом списке. У заявки есть вот эти четыре статуса. Все остальное нас не интересует, кроме печати и отчетов. Но отчеты до отчетов мы еще не дошли. Соответственно, давайте мы создадим заявку. Мы будем создавать простую заявку. Это оплата поставщику. По умолчанию заявка создается со статусом «не согласовано». Здесь есть четыре статуса, но, соответственно, когда сотрудник ваш будет создавать заявку, он будет создавать со статусом «не согласовано». После этого другому сотруднику, точнее другому пользователю, либо этому же пользователю с определенными правами нужно эту заявку согласовать. То, что касается статуса к оплате, этот касается уже функционала казначея. Есть у заявки приоритет. Есть три по умолчанию приоритета, но на самом деле можно создать любой приоритет с любым названием, с любым цветом. Обычно этим не пользуются, но если есть необходимость, то можно использовать. Приоритет есть как у самой заявки, так и у статьи движения денежных средств, которую мы тоже сейчас укажем. Мы будем работать с компанией «Металлсервис». Это демо-база, поэтому «Металлсервис». Так, «Металлсервис», организация, дата заявки, организация, подразделение. Мы указываем просто то подразделение, которое было. Это дирекция, заявитель, текущий пользователь. Планирование либо в валюте платежа, либо в валюте взаиморасчетов имеются в виду те данные, которые будут отображаться уже в отчетах и в планах. Сумма. Поставим 250 тысяч. 250 тысяч рублей. Если у вас заявка на перечисление бюджет, то нужно будет нажать вот эту галочку «Ввести данные по перечислению в бюджет». Но у нас не такой случай, поэтому мы этого делать не будем. Что нас еще интересует? Заметки можно указать, можно указать… Так вот, менеджера… Пожалуйста, коллеги, не смотрите. Это я забыл удалить. Это допреквизит. Но, в принципе, если вам нужно, можно указать в виде допреквизита и менеджера, либо еще какой-то допреквизит. Ну, то есть, есть определенный набор типовых реквизитов, заявки, а еще можно добавить с помощью дополнительных реквизитов какой-то еще реквизит. Вот я добавил менеджера. Это пользователи обычные. То есть, можно указать пользователя дополнительно. Операция. Соответственно, это все операции, которые нам доступны. В зависимости от выбора той или иной операции может меняться реквизитный состав. То есть, если я нажму «Конвертация валюты», то у меня появятся дополнительные поля по конвертации валюты. Для покупки валюты, какая именно валюта, курсы, какие суммы. То есть, реквизитный состав изменится. То есть, здесь нет такого, что все реквизиты сразу вывалены во всех вкладках. Нет. Ну, и даже, если вы заметили, здесь даже вкладки изменились. Здесь была еще одна вкладка. Она ушла. То же самое касается всех остальных. Как правило, если вы регулярно обновляете 1S ERP, то весь этот реквизитный состав, он актуальный для текущего законодательства. Дальше. Дата платежа. Дата платежа, соответственно, когда будем платить. Ну, я нажму 27 число. То есть, я хочу заплатить 27. Сразу скажу, это не единственная дата платежа, которую можно указать в заявке. Мы еще посмотрим, там еще будут заявки. Еще будет возможно указать дата платежа. В любой форме это наличные и безналичные. Мы сразу укажем безналичные, потому что мы создали свой счет. Вот он наш, 27-й, 10-й. Заметьте, здесь нету долларового счета, который у нас привязан к этой организации. Почему? Потому что у нас заявки указаны рубли. и у нас нету каких-то удаленных счетов, потому что нам они не нужны. Здесь он не выводит их, не подтягивает. Мы убираем наш счет. В качестве получателя нам это не важно. Я укажу вот первого, который у меня вышел. Сейчас, секунду. Счет получателя тоже указываем, который у нас был в демо-базе. Это сейчас для нашего примера не принципиально. В принципе, нас здесь больше ничего не интересует. То есть, если у вас будет необходимость ввести дополнительные поля для оплаты, можете ввести. Дальше. Снизу у нас есть назначение платежа. Соответственно, вы можете указать назначение платежа, которое потом будет уже транслироваться в платежку. Оно выгрузится и загрузится уже в клиент-банк. Ну, в зависимости от вашего клиент-банка. Следующая вкладка. Расшифровка платежа. Что здесь можно указать? Здесь можно указать объект расчетов. В качестве объекта расчетов выступают документы, которые привязаны, которые есть для данного контрагента. Для контрагента, которого мы указали. Что может выступать в качестве объекта расчетов? Это может заказ поставщика быть, это может быть какое-то поступление. То есть, если мы вот так вот зайдем в закупки и документы закупок, приобретение товаров и услуг, мы можем нажать ввести на основание и ввести заявку на расходный денежных средств. И нам не нужно будет все это вводить. Мы можем нажать заявку на расходный денежных средств. У нас сразу все заполнится. Единственное, нам нужно дату платежа скорректировать. На основании многих документов системы можно сформировать заявку. Но надо смотреть, чтобы можно было привязать. Единственное, когда нельзя привязать, когда у вас что-то появляется, допустим, договор не выходит в системе, здесь вы можете нажать договор и здесь, допустим, будет пусто. Это значит, что нет ни одного договора, который соответствует указанным вами во вкладке основное реквизитам. Поэтому у вас здесь ничего не будет. У меня здесь есть договор, я укажу фото поставщику. по договорам по договорам это отдельная тема. Если интересно, то можете посмотреть какие-то отдельные вебинары по договорам. Данные реквизиты в договоре, которые указываются в договоре, они тоже влияют на заявку, на выбор. Допустим, если в договоре валюта у нас указана отличная от заявки, то вы не сможете его выбрать. Все, я выбрал договор. На самом деле договор был не принципиален, мне был принципиален поставщик, без которого заявку нельзя будет провести к оплате, это системное ограничение. Дальше у нас сумма взаиморасчетов, она дублируется из заявки, налогоблажение, указываете систему налогоблажения, ставку НДС, вдруг у вас взаиморасчеты с иностранной компанией, можете указать другую ставку НДС. Статья ДДС, соответственно, мы можем указать индивидуальную статью ДДС для заявки на расходование, это вот такой вот список, но смотрите, нам нужно будет вводить лимиты, поэтому я создам отдельную заявку, отдельную статью движения денежных средств и буду ее использовать. Оплата поставщику, оплата поставщику, я ее назову по сегодняшнему числу, записать, так вот эту я удалю. И мы в заявке в нашей укажем отдельную статью движения денежных средств, чтобы потом уже по ней настраивать лимиты. Также можно отдельно указать группу финансового учета, для того, чтобы этот же реквизит попал уже в платежку, можно указывать направление деятельности, если вы работаете по направлениям деятельности, можно указать комментарий. Но вся эта вкладка, то есть то, что мы увидели, вроде как один поставщик, один договор, какая-то одна сумма, одна статья, все это можно указывать не только вот так вот столбиком, но и списком. То есть у вас будет на отдельные суммы заявки отдельные строки. Сейчас мы этого делать не будем, просто показываю, что можно добавить строку и указать и договор другой, и поставщика, и валюту, и сумму, и статью ДДС, и у вас в заявке будет уже как бы две заявки, но все равно все это будет соответствовать вкладке основное. То есть допустим, если у вас два договора, то вы указываете две строки, и у вас две строки по разным договорам. Возвращаемся. еще одна вкладка распределения по счетам. Эта вкладка заполняется, ее можно заполнить вручную, но она заполняется в платежном календаре автоматически. Ее можно заполнить вручную, но лучше этого не делать, потому что в платежном календаре возникают ошибки. Я покажу, где именно возникают ошибки. Так, все, заявку мы создали. Все, нажимаем провести заявку. И, коллеги, я создам кроме этой заявки еще несколько, чтобы у меня был не пустой платежный календарь на разные числа. У меня там, конечно, уже есть заявки, но не по этому банковскому счету, потому что мы его только что создали. Так, 28-й и на 31-й создан. Я создаю их копирование, поэтому мне нужно менять только дату платежа, все остальное само заполняется. То есть, если вам нужно продублировать заявку, просто можете скопировать предыдущую и она вам создаться. Все заявки, которые мы сейчас создали, вот они, они все в статусе не согласованы. Что еще касается заявок, создания заявок, можно зайти в казначейство, есть отдельное рабочее место заявки к согласованию. Нажимаем на него. Это все заявки, которые мы должны согласовать. То есть, это некое такое рабочее место, в котором сотрудник, который согласовывает заявки, может смотреть, какие заявки согласованы или не согласованы. Конечно же, вы можете в предыдущем пути, в предыдущем журнале документов заявки на Росходный Деньги Средств смотреть те же самые заявки. Можете сделать отбор, нажать правой кнопкой и найти статус несогласованный. Вот сотрудник, который должен согласовывать заявки, он видит все заявки, потом может выделить все эти заявки и установить статус согласованно или вообще к оплате. Но есть отдельный такой список, отдельное рабочее место, в котором тоже можно выделять заявки, можно согласовывать заявки, а можно их отклонять. вот такое удобное место сделали. Так, что еще касается заявок? По статьям, покажу еще статьи, давайте я из заявки зайду в нашу статью. Упустил этот момент, статья движения недельных средств, она привязывается к хозяйственной операции, привязка к хозяйственной операции, она идет по умолчанию, то есть ее лучше не трогать, потому что все это зафиксировано в конфигураторе, в коде. Здесь на что стоит обратить внимание, здесь мы можем заполнить приоритет оплаты, то есть то, что я говорил, приоритет оплаты есть у заявок, приоритет оплаты есть у статей, здесь тоже есть список, можно его корректировать, низкий, средний, высокий, и в платежном календаре мы сможем уже посмотреть вот эти приоритеты заявок и можем отбирать по приоритету заявок, то есть для чего это нужно, допустим, платежи по налогам 100% в высоком приоритете, платежи по зарплате 100% в высоком приоритете, платежи оплаты поставщику тоже нужно смотреть, если это оплата поставщику в приоритете за сырье, то высокий приоритет, если это более низкий, допустим, там за констовары какие-то, то это может быть более низкий приоритет. Идем дальше, идем дальше, теперь мы сделали заявку, теперь переходим к платежному календарю, что такое платежный календарь, это автоматизированное рабочее место, в котором уже может работать казначей, в котором сотрудник может уже решать, может уже решать, платить ему по какому-то счету или нет, платить ему по какой-то заявке или нет, то есть это то место, в котором вы увидите кассовые разрывы, это то место, в котором вы увидите остатки по счетам свои. Это то место, в котором вы можете увидеть не только заявки на какую-то конкретную дату, вы можете увидеть просроченные заявки, вы можете увидеть поступления плановые. Сейчас мы все это посмотрим. Переходим к казначейству. Платежный календарь. Смотрите, у платежного календаря есть несколько форм. Здесь вот если нажать вид, то формы следующие. Сначала просто посмотрим формы. Слева у нас первая форма вид заявки календарь. То есть слева у нас заявки, справа у нас календарь. Ну то есть самый платежный календарь. Вторая форма это календарь и платежи. Сверху у нас календарь, снизу заявки. Это та форма, с которой мы будем работать. Я считаю ее самой удобной. И третья форма это список заявок. Это просто тот же самый список заявок, но с функционалом платежного календаря, скажем так. Переходим в наш вид. Что здесь можно сделать? Здесь можно обновить платежный календарь. То есть если вы что-то ввели, вам нужно обновить, посмотреть новые данные. Здесь можно отменить операцию или повторить операцию. Дней планирования. То есть можно выбрать, на сколько дней вы будете планировать платежи. На сколько дней, если у вас шаг планирования 5 дней на неделю, допустим, то вы ставите 5 дней. Если у вас 10 дней, вам интересно на 10 дней посмотреть, можете поставить 10 дней. Ну здесь любое число можно поставить. Хоть, я не знаю, там 50 дней, но платежный календарь сам по себе он предназначен для оперативного планирования. Поэтому больше 30 дней это уже как-то слишком много для планирования. Это применимо только тогда, когда у вас есть четкое планирование по платежам на такой срок. Если у вас больше 10 дней заявки не составляются, допустим, у вас сотрудники обязаны составлять заявки на неделю вперед. В пятницу они садятся и составляют заявки на неделю вперед или на две недели вперед. Тогда вы выйдете, соответственно, либо 5-7 дней, либо 10-14 дней. В зависимости по рабочим дням или по выходным. Выходные подсвечиваются серым. Ну и когда вы будете создавать заявку, при создании заявки у вас предупредит программа, что это выходной день. Дальше. В платежном календаре можно сделать отбор по организации. Соответственно, я уже выбрал свою организацию, металлсервис. Можно сделать отбор по валюте. Если мы сделаем отбор по валюте, то, допустим, вот счета по долларам, сейчас мы дойдем до этого поля, счета с валютой, с указанной доллары, либо другая валюта, не будут отображаться. Можно сделать отбор невозвязательно по счету или по кассе. Здесь, кстати, удобно в том плане, что не нужно после нажатия вот этой кнопки выбирать непосредственно, что вы хотите выбрать, счета, банковские счета или кассы. Тут сразу выходят и банковские счета, и кассы. То есть вот эта вот строчка – это касса. Сейчас нам это неинтересно. Идем дальше. Теперь непосредственно вот верхнее поле. Что мы здесь видим? Во-первых, мы видим остаток. Это остаток на начало. То есть первая колонка – это остаток. Слева у нас отображаются списание не распределено. Списание не распределено – это вот рубли и доллары. Списание не распределено. Имеется в виду, что вы только-только создали заявку, и пока с ней никто ничего не делал. То есть пока Казначей еще не нажал на кнопку «Коплате». Пока Казначей еще не распределил, когда он ее будет платить. Не определился, когда он ее будет платить, скажем так. Здесь есть счета. Банковские счета. Отображаются кассы. Здесь есть остаток по ним. Здесь есть остаток непосредственно по долларовым счетам. У нас есть один долларовый счет. Давайте я валюту выберу и рубли, чтобы они нам не мешали. Хотя там была платежка. Давайте уберем. Пусть будет. Итого – это итоговые данные по поступлениям, по списаниям, по всем поступлениям, списаниям, остатки по рублевым, остатки по долларовым счетам. Так, ну давайте мы доллары все-таки уберем. Давайте рубли остатим. Рублевые счетам. Смотрите, здесь остаток. Здесь просроченные. Просроченные имеются в виду, если у вас какая-то заявка была неоплачена, то она не исчезает из платежного календаря, даже если она с сегодняшнего дня, за вчерашний день, она не исчезнет. Она будет отображаться вот здесь в просроченных платежах. Ну, в нашем счете сейчас ничего нет. Заметьте, мы создали заявки, мы указывали счет. Но здесь сейчас у нас ни одного списания нет. Я поясню чуть позже, почему. Дальше у нас идут непосредственно числа, по которым у нас планируются данные. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Суббота, воскресенье подвечивается серым. Но вообще, в принципе, можно их убрать. И дальше на 10 дней вперед. Так, еще один момент. Это как, что можно настроить, что можно вообще вывести в этот платежный календарь. И нажмем еще, настройка. Вот это все, что можно вывести в платежный календарь. У меня сейчас выведены в том числе несогласованные заявки. Поэтому у меня здесь цифры, видите, отображаются. Это несогласованные заявки. Платежный календарь предполагает следующую систему. Платежный календарь ERP предполагает следующую систему. Что в платежный календарь сюда, в это автоматизированное рабочее место, должны попадать только те заявки, которые уже согласованы. То есть казначей не должен видеть те заявки, которые еще на согласовании. Это можно сделать вот этой галочкой. Ну, если у вас у сотрудников такие совмещенные функции, может быть, это будет удобно. Но если у вас сотрудники создают, создают, создают заявки, это может быть неудобно, потому что у вас будут отображаться все заявки, которые были созданы. Если у вас 30, 50, 100 человек создают заявки, то у вас здесь будут отображаться вообще, в принципе, все созданные заявки, в том числе несогласованные. Поэтому есть вот такой вот период, что сначала эта заявка несогласована, она сюда не попадает. Мы ее здесь не видим. Но вывести ее все равно можно. Дальше. Ожидаемые поступления. Ожидаемые поступления. Можно вывести данные из заказов, накладных и договоров. Это тоже отдельная тема по договорам. Если у вас настроены сроки, условия оплаты в договоре, то, соответственно, у вас в заказе и в накладной все это тоже будет указываться. Здесь у меня этого нет, но просто скажу, что если заказ клиента либо накладная указывается, если в заказе клиента и в накладной все настроено нормально и есть дата оплаты, то вы, соответственно, в поступлениях, в тех строках, которые предназначены для поступления, увидите поступление. Ожидаемые поступления, которые будут у вас непосредственно по этим счетам. Мы посмотрим, кстати, ожидаемые поступления тоже. Можно указать возвраты денежных средств. То есть если у вас в системе ведется учет, он настроен, то можете смело вставить заказы клиентов, накладные и смотреть уже непосредственно поступление. Но это при условии, если вы это отработаете. Именно работу с заказами и накладными, и договорами. Дальше. Возвраты денежных средств от поставщиков. Отдельная операция. И ожидаемые поступления, введенные вручную. Вот здесь в версии 2.5 добавили такой документ. Ну, точнее, этот документ был, но добавили вот эту галочку. Ожидаемые поступления, введенные вручную. И теперь можно вручную ввести ожидаемые поступления. И в строчке поступления у вас появится та сумма, которую вы планируете к получению от клиента, либо из другого банка можно сделать. Так, ожидаемые поступления. Ну, чуть позже покажу. Ожидаемые списания. Тоже оплата заказа поставщиков и накладные договоры. По идее, вы должны создавать заявку. Ну, то есть ваши сотрудники должны создавать заявку. Но если они не всегда создают в нужное время заявку, вы можете включить эту галочку. И у вас при, опять же, настроенном учете накладных и работе с поставщиками, данные из заказов поставщиков и накладных будут отображаться непосредственно в строках списания. Либо списание не распределено. Вы увидите в качестве объекта оплаты заказ поставщика или накладную, или договор. Возврат денежных средств клиентам тоже отдельная операция. Если она есть в системе, вы можете нажать, она выведется. Финансовые инструменты. Отдельно. Сейчас покажу. Казначейство. Финансовые инструменты. Есть отдельные инструменты. Это договоры кредитов, депозитов. Договоры аренды. Договоры лизинга. Отдельные финансовые инструменты в казначействе. Но это все касается темы договоров. Это нужно рассматривать все отдельно. Вот они выделены отдельно в платежном календаре. Если вам нужно будет по какому-то договору, в котором уже настроен график погашения, видеть информацию, то вы можете нажать эту галочку. Сейчас. То вы можете нажать эту галочку кредиты или займы, и у вас здесь будет отображаться не от заявок, а непосредственно от этих кредитных договоров и договоров займа, те данные, которые вы указали в этих договорах. Ну и то же самое касается депозитов, займов, аренды. Можно группировать по валюте, итоги вводить в валюте, можно вывести итоги. Можно указать планирование с даты, то есть это та дата, с которой вы хотите планировать. Вы можете указать здесь любое число. То есть что это значит, если я выберу здесь вообще 1 ноября, допустим, применить. У меня вот здесь первое число будет, это 1 ноября появится. Если вы вдруг хотите изменить дату, то можно сделать так. Нам это сейчас не нужно. И здесь есть галочка скрывать нерабочие дни. Соответственно, нерабочие дни просто исчезнут. Теперь перейдем к самому платежному календарю. Вот к всем нашим заявкам, которые мы ввели. Еще раз, что мы видим? Списание не распределено. Мы видим вот здесь вот в иерархии наши счета, банковские счета и кассы. Мы можем вот так вот раскрыть и увидеть плановые данные по поступлению, плановые данные по списанию. Вот видите, мы создали счет, по нему ничего нет в принципе. Вот если мы подвинем. Хотя мы создавали заявки. Почему? Потому что они все перешли вот сюда. Списание не распределено. Списание не распределено. Вот видите, наши заявки от 27 числа. Вот они на 250 тысяч, на 28 число. Вот три заявки от 27 числа. Я не рассказал, может быть, путаю. Внизу вот это вот поле. Оно как бы расшифровывает то, на что вы встанете в самом платежном календаре. То есть если я на пустое место встаю, ничего не появляется. Если я встаю на какую-то цифру, то вижу, что в нее входят вот эти вот заявки. То есть это непосредственно, чтобы работать с самими заявками. Заявка, объект оплаты. Соответственно, если вы выбираете отображение по заказам клиентов, по заказам поставщикам, по накладным, то здесь в качестве объекта оплаты будут эти документы. Документы или договоры. И здесь отображается информация непосредственно по заявкам. Дальше. Почему все наши заявки попали в нераспределенное? Опять же, предполагается, что пока казначей не зашел в систему, не посмотрел, с каких счетов он будет платить, эти заявки к какому-то счету или кассе не относятся. То есть пока казначей их не посмотрел, не сделал с ними что-то, то мы с ними ничего не делаем. То казначей с ними ничего не делает. Предполагается так. Вот еще не сказал. Остаток, просроченные и остатки по дням. Здесь вот этот остаток, это непосредственно остаток на начало дня. Сегодня 27 число. Вот то, что мы вводили остаток на начало месяца, здесь отображается остаток на начало дня. Просроченная, вот эта вот цифра просроченная будет пересчитываться с учетом просроченных списаний. Ну, поступлений и списаний. Вот этот остаток будет пересчитываться с учетом заявок и плановых поступлений. И все по дням. Теперь непосредственно по заявкам. И для удобства давайте я все эти заявки согласую. Предположим, у нас все эти заявки согласованы. Мы их согласовали. Вот у нас сколько тут? Штук семь. Установить статус. Согласовано. Согласовано. Я их просто выделил. Нажать «Установить статус». Согласовано. Соответственно, человек, который все это согласовывает, если у вас сотня, две сотни заявок, естественно, вы можете выбрать два пути. Либо вы в заявке указываете, либо вы заявку как-то оптимизируете, чтобы здесь была в расшифровке списком. То есть была одна заявка, но по десятку разных статей. Это не всегда удобно, потому что по одной статье расходов могут согласовать, по другой статье расходов могут не согласовать. Это не совсем удобно. Мы их все согласовали. Можем обновить. Для нас здесь, вы можете увидеть, ничего не изменилось. То есть у нас несогласованные заявки были здесь и согласованные заявки были здесь. Если я обратно переведу в статус «Несогласовано» и выключу вот здесь отображение несогласованных заявок, то он вообще будет пустой. Здесь вообще в принципе ничего не будет. Итак, казначей заходит в платежный календарь, видит, что у него есть определенные заявки. Он смотрит здесь на 500 тысяч, здесь на 750 тысяч. Секунду. Извините. Соответственно, он видит здесь на 500 тысяч, здесь на 750 тысяч. Если мы сделаем отбор, вот здесь вот отбор, поставим на 27-е, 10-е, то есть на наш счет. Здесь списания, нераспределенных списаний не будет. Почему? Потому что они еще не относятся к нашему счету. Соответственно, дальше мы можем посмотреть остаток и итог. Итог, он общий. То есть сейчас вы видите, это не совсем удобно. Почему? Потому что мы не видим остаток по счету. Мы указали счет, но эта заявка еще не относится к счету. Мы видим общие итоги. Мы видим, что с пересчетом, с учетом вот этих двух заявок, вот этих двух дней, остаток по счетам у нас все равно положительный. Он будет отрицательным, вот где-нибудь 31-го, 10-го. Но сейчас вот здесь вот он положительный. То есть мы можем, казначей может зайти и распределить эти заявки на счета. Здесь у меня есть просто еще один счет, рублевый, и поэтому он отображается. Здесь вот еще 600 тысяч, 400 тысяч остаток. И с учетом всех этих денег у нас еще положительный остаток. Теперь такая операция. Мы распределим, мы определим заявки к какому-то из счетов. Что мы можем сделать? У нас две заявки. Мы можем взять вот эту заявку. Так, давайте вот из этого дня. Взять вот эту заявку зажать кнопку мыши и перетянуть в счет. Вот появилась у нас заявка. Мы ее просто перетянули в счет. То есть она у нас появилась в списании. Можно в нее зайти и посмотреть, что у нее статус стал к оплате. То есть казначей уже провел какие-то манипуляции. Он распределил по счету. Видите, вкладка тоже заполнилась. Сумма 250 тысяч. И вот здесь проставилась дата. 28 число. Теперь у нас к счету привязана заявка. Мы ее привязали. Как можно еще распределить заявки? Опять же, все это работа казначей, которые заходят и смотрят, куда ему распределить заявки. Это еще не значит, что он будет их оплачивать. Это значит, что казначей определился, что заявки будут непосредственно в этом счете и по этому счету будет проведена оплата. Что мы можем сделать? Мы можем вот так вот поставить на наши 500 тысяч. Здесь две заявки. Можем вот так вот выделить. То есть я shift зажимаю, выделяю и нажать к оплате. Он проводит обработку и заявки перешли тоже в этот счет. Почему? Потому что у нас в заявке первоначально тоже этот банковский счет был указан. И у нас вот здесь распределение по счетам проставилось по умолчанию, что вот она к оплате, статус, наш счет встал, наша сумма и дата оплаты. То есть можно перетягивать кому как нравится, можно просто нажать к оплате. Это если у вас на счете достаточно средств. Вы можете все перевести к оплате. Вот так вот к оплате я тоже нажимаю по заявкам. Видите, у меня минус 250 тысяч стало. Вот здесь вот этот итог. У нас есть остаток. У нас есть остаток, пересчитываемый на 27 число. С учетом наших вот этих двух заявок на 250 тысяч, которые мы внизу видим. Вот минус 500 тысяч. Он показывает, что по этому счету поступлений никаких не будет, списание минус 500 тысяч. Он пересчитал, что остаток 500 тысяч. А на следующий день списания поступлений тоже никаких не будет, а списание 750 тысяч, и поэтому будет минус. Поэтому что нужно сделать? Несколько вариантов. То есть мы видим, казначей видит кассовый разрыв по счету, несколько вариантов. первый вариант. Эту заявку можно непосредственно перенести на другой счет. Вот у нас Банк Москвы, другой счет. Я могу просто взять вот эту заявку и перетащить также в другой счет. Видите, здесь увеличилась заявка, стоимость заявки, а вот здесь все потрачено, здесь ноль, потому что остаток было миллион, здесь минус 500, минус 500, все, ноль, он, видите, даже не отображает ничего дальше. Но нам это неинтересно, мы перетащим нашу заявку обратно в этот день, видите, снова минус 250 тысяч. Это был первый вариант. Мы просто перекидываем между счетами и составляем, уменьшаем наш кассовый разрыв. Но предположим, у нас такой ситуации, такая ситуация не возникает, непосредственно мы не можем перекинуть на другой счет. Мы можем, ну, точнее, не можем, можем просто представить, сколько нам денег поступит. Если бы у нас были заказы либо накладные, то здесь бы наверняка поступили бы какие-то деньги, но здесь поступлений никаких нет. Но мы можем, мы предполагаем, что на, допустим, 28 число, на 27 число придет полмиллиона. Мы можем вот здесь кнопку нажать запланировать. Здесь можно запланировать разные вещи, в том числе поступление. Перечисление на другой счет, выдачу кассы, инкассацию, вот все это можно запланировать, это отдельные операции. Нас интересует поступление, можем нажать поступление. Вот то, что я вам говорил в начале, можно отображать и ожидаем ожидаемое поступление. Документ достаточно простой, выбираем статью движения денежных средств, поступление от клиента. Выбираем подразделение, можем не убирать, нажимаем 500 тысяч. Он уже нам поставил наш банковский счет, потому что мы на нем стояли в платежном календаре. Мы можем поставить дату 28, пусть будет 28. Какие-то другие реквизиты нас не интересуют, нажимаем провести и закрыть. Так как у меня уже была нажата галочка, еще раз, настройки, ожидаемое поступление. Если я уберу, ничего не меняется. Но мы ввели ожидаемое поступление, я нажимаю настроить, ожидаемое поступление, применить и закрыть. Я вижу на 28 поступление, то есть я предполагаю, что в этот день поступит 500 тысяч, и мы видим, что остаток у нас уже не отрицательный. Но, опять же, допустим, у нас эти деньги не поступят. я просто выключу ожидаемое поступление. А, наоборот. Допустим, мы понимаем, что эти деньги поступят к нам не 28 числа, а какого-нибудь 1 ноября. Вот в этом числе. Можно зайти в это ожидаемое поступление, поставить 1 ноября. И мы видим, что у нас денег вот с 28 по 31 декабря, под 31 октября нет. Соответственно, нам нужно оплатить вот эту сумму не 28, перекинуть с 28 на 1 ноября. Как это можно сделать? Вот у нас три заявки, одна из них лишняя. Вот здесь можно нажать изменить параметры платежа, можно нажать перенести на последний день. Она перенесется на последний день планирования, вот из наших 10 дней. Перенести на первый день, она перенесется раньше на первый день. Перенести на дату, соответственно, мы можем указать какую-то дату и будет указано 1 ноября. Здесь, вот здесь также можно перенести на другой счет, то есть, если вы не перекидываете, не перетаскиваете, можно просто перенести на другой счет кассу. Так, сначала с датами. Соответственно, мы вот здесь есть тоже вот эти вот кнопочки перенести на дату оплаты на следующий день можем просто вот так вот сделать нет получилось извините этот назад он работает только конкретно на один день но если мы нажмем на счет поставим нас мышку нажмем на счет у нас выйдут все заявки на все числа и мы можем с вот у нас дата оплаты 29 мы можем ее перенести правее вот так вот видим у нас она переносится на следующий день а он сбился извините вот на 30 числом и 30 число 31 сожалению он сбивается когда переносишь но перенести можно мы перенесли платежку только что не платежку заявку на 1 ноября и соответственно у нас кассовый разрыв ликвидирован у нас появились деньги мы оплатили секунду сейчас это один из способов что мы делаем дальше у нас есть поступление у нас есть списание это как мы ликвидировали кассовый разрыв в рамках одного счета но мы опять же мы видим что у нас остаток и итог минусовой в том числе с учетом не согласованных заявок опять же нам нужно будет как-то ликвидировать кассовые разрывы но уже с учетом других счетов других заявок все то же самое делаете либо переносите со дня на день либо переносите либо добавляете можете добавить поступление ну не в смысле просто добавить поступление чтобы математически пересчиталась на именно работаете с клиентами и либо просите их оплатить раньше либо работаете с продажниками с продажная продажное подразделение говорите что мы должны получить деньги в этот момент все они идут к заказчику и просит его перечислить деньги теперь мы вернем эту заявку обратно я сделаю я сделаю проще я просто перетащу ее на нужный день так вот ну так мне кажется просто проще берете заявку и перетаскиваете на нужный день чуть быстрее ну конечно когда у вас сотня заявок это сделать трудно вот если две заявки то но две заявки тоже можно выделить и перетащить на другой день я шифтом выделяю и перетаскиваю непосредственно какой-то день вот у нас минус так что у нас дальше поступление списания вот вспомнил изменить платеж разбить оплату вот здесь есть кнопка разбить оплату если мы на нее нажмем то мы увидим вот такое вот окошко введите сумму и дату нового платежа то мы ставим тот же самое число поставим но не поставим 31 31 и сумму 100000 банковский счет тот же самый нажимаем ok вот видите у меня у нас сумма вот видите здесь появилась наша заявка здесь заявка не 250 тысяч которые мы ставили а 150 потому что 100 тысяч ушло на 31 число как это систематически происходит если мы зайдем заявку если мы зайдем распределение по счетам то здесь будет система сделала две записи эта заявка осталась та же самая одна но здесь две записи по ней на два разных числа и дата оплаты разные при всем при этом первоначальная дата платежа никак не меняется еще раз если в платежном календаре вы перемещаете со дня на день в рамках счетов уже после того как вы перевели заявку статус к оплате то первоначальная дата которую вы указывали во вкладке основной она не меняется меняется именно вот эта вот вкладка распределения по счетам это может быть для кого-то принципиально в том плане что надо смотреть первоначальную дату платежа и смотреть как распределили по счетам вот эти вот настройки можно делать и при создании заявки но во первых это работа то есть распределить по счетам это работа непосредственно казначея поэтому сотруднику который просто хочет оплатить какой-то счет этим заниматься конечно не нужно и он остатков по счетам не видит он не будет этим заниматься во вторых если изначально это сделать то но отлично у меня в этой сборке был конфликт по одной из заявок но только по одной не могу ничего сказать было это только в одной заявке может быть конечно это просто погрешность так это то что касается платежного календаря соответственно остатки в рамках этого платежного календаря решаете когда что заплатить и непосредственно смотрите кассовые разрывы что здесь еще есть вот нижнее поле давайте встанем где побольше заявок нижнее поле здесь есть группировки здесь есть группировки по умолчанию по приоритету статьи по статье по приоритету заявки по операции по подразделению по платищику то есть можно вот по статье сделать на иерархии если бы у нас в статье были разные статьи dds вот наша статья dds то у вас выходил был маркированный список здесь есть группировки по умолчанию но это не значит что нельзя сделать какую-то свою группировку как это можно сделать нажимаем еще нажимаем настроить список нажимаем группировки вот все что вы видите слева и все что входит вот в эти плюсики это может быть группировкой то есть допустим извините то есть допустим вы используете платежный календарь непосредственно с несогласованными заявками вы хотите видеть какие заявки согласованы какие не согласованы и какие к оплате мы можем вывести статус вот здесь внизу как это сделать здесь ну непосредственно поля статус нету но поле ссылка это как раз ссылка на документ в данном случае заявка на расходование является ссылкой и наоборот мы можем нажать плюсик найти здесь статус мы найти здесь статус выбрать его можно так передвинуть но можно даже вот так вот статью убрать завершить редактирование у нас все заявки к оплате сейчас статусе я покажу еще раз это какая у нас заявка но я просто даже и скопирую я ее скопирую вот она не согласована дату поставлю ту же самую 27 провести закрыть вот если я здесь поставлю на 250 тысяч вижу что она не согласован то есть другой статус у нее казначей когда заходит и видит списание на распределение он сможет увидеть какая заявка согласована какая нет давайте покажу еще раз для примера создам еще одну заявку но я ее согласую провести закрыть вот у нас видите 500 тысяч вот заявки не согласованы вот заявки согласованы то есть если это вдруг будет удобно к означаю то это можно сделать что здесь еще можно здесь соответственно если в заявке есть какой-то реквизит то можно сделать по нему группировку использовать отборы тоже можно это не проблема тоже здесь есть предопределенные отборы здесь можно нажать еще настроить список и можно сделать отборы какие-то можно сделать сортировку извините секунду можно сделать сортировку например по дате платежа можно сделать сортировку по приоритету платежа то есть вы можете сделать группировку по статьям можете сделать по приоритету сортировку Ну и, соответственно, можете сделать сортировку по организациям, потому что если у вас будет много организаций, либо можно вывести подразделение, можно сделать по подразделению, отдельный реквизит вывести подразделение, то можно сделать отдельную сортировку, чтобы все это было более сгруппировано, скажем так. Потому что если у вас будет сортировка по номерам или по датам или по суммам, то все остальное у вас в группировке не будет. А так можно сделать группировку по дате и по подразделению одновременно. Так, это все, что касается платежного календаря. Что еще есть? Есть вот такой вот отчет, рестор платежей. В нем все те же самые данные, что и в платежном календаре, но если вам понадобится это вывести в виде отчета, то вы можете его вывести. Естественно, у него есть индивидуальные настройки, можно настроить по-разному, можно сделать отборы. Вот мы видим здесь нераспределенные заявки, мы видим заявки по статьям, мы видим заявки по отдельным счетам, по датам, итоги по валютам, итоги по организациям. Если вам нужно выгрузить, ну, допустим, для итогового согласования оплат, вам нужно выгрузить данные по заявкам и отправить согласующим. Вы можете настроить себе этот отчет, чтобы вывести непосредственно на сегодня, допустим. Видите, он выводит 27, 28, 31 и 1 ноября, 1, 2 ноября, 3. То есть он выводит за те дни, за те рабочие дни, по которым было в платежном календаре, по тем дням, которые есть. Если вам нужно сделать по дате, это что касается уже настройки отчетов, вы можете скорректировать период. Вот здесь вот настройки расширенных. Можете скорректировать период и уже отправлять по одному дню. Можете также сохранить настройки, но это уже тема настройки отчетов, скажем так. Так, по платежному календарю, теперь все. По платежному календарю, теперь перейдем к следующему вопросу. Коллеги, я вижу вопросы, я в конце отвечу, потому что времени, к сожалению, не так много. Так, выгрузка в клиент-банк. Выгрузка в клиент-банк. То есть после того, как вы разобрались, что вы будете платить, вам непосредственно нужно уже принять решение. Вам нужно выгрузить данные для загрузки в клиент-банк. Что можно сделать? Переходим в казначейство. Так, переходим. Еще рано переходить в казначейство, извините. Здесь есть кнопка «Сформировать списание денежных средств». Как правило, для списания денежных средств делают платежку, пусть даже и от заявки, но не проводят ее. Здесь это не сработает. Здесь нужно непосредственно сделать само списание. Давайте я сделаю хотя бы два, чтобы было. Хотя бы две заявки. Вот у меня две заявки к оплате, я хочу их сегодня заплатить. Что мне нужно сделать? Я их выделяю, нажимаю «Сформировать списание денежных средств». У меня сразу в списании денежных средств две заявки. Вот видите, расшифровка платежа. У меня две заявки. Почему? Потому что у них совпадают реквизиты. Вот мы видим, что такое списание безналичных денежных средств. Это та же самая платежка, как и в любой другой программе. То, что мы будем выгружать. У нас есть номер, у нас есть тип документа, платежное поручение, либо иной документ для банка. Здесь есть пока не прощелканная, скажем так, галочка «Проведено банком». Не установленная. Здесь есть счет, с которым мы будем платить. Здесь есть подразделение и счет получателя, получатель, номер по банку, который тоже еще не провелся, вид операции. То есть примерно все то же самое, что и в заявке. Только единственное, здесь есть проведено банком. Оплата без указания. Вот здесь есть назначение, которое скопировалось бы из заявки, но так как я его не писал, его тут нет. Так, дальше. Расшифровка платежа. Опять же, тот же самый список. У нас было две заявки. Они, так как у них одинаковый получатель, они встали в одно списание. Здесь все те же самые реквизиты. Он создается. Что мы делаем? Мы проводим его. Проводим. Он за сегодняшнее число. Мы понимаем, что все, мы сформировали списание безналичных денежных средств. Мы их провели. Нам нужно выгрузить их непосредственно в банк. Как реагирует платежный календарь? Вот мы провели... Сейчас я его обновлю. Мы провели списание. И здесь вы можете видеть, что списание... Заявки исчезли, но при этом скорректировался остаток. То есть, когда мы проводим списание, корректируется остаток по платежному календарю. Чтобы было понятно, что списание уже проведено, оно уже выгружается в банк. Соответственно, списание нужно создавать только тогда, когда мы уже готовы все отправить в клиент-банк. Через клиент-банк нашему поставщику. Что касается выгрузки. Нажимаем «Казначейство». То есть, мы сформировали нашу сотню списаний. Нажимаем «Безналичные платежи». Это список всех безналичных платежей, которые есть. Сейчас, секунду. Так, вот наша платежка на 400 тысяч, которая у нас была. Она уже здесь есть, но она не проведена банком. Здесь есть «Проведено банком». Галочка не стоит. Что это за список вообще? Безналичные платежи здесь все поступления, все списания. То есть, то, как раз, с чем работает «Казначей», это он утром приходит, проводит банк, смотрит, что проведено, что не проведено. Проводит некие манипуляции системой. И здесь уже все документы, которые он формировал. Здесь есть отбор по дням. Я поставил непосредственно на сегодняшний день. Вот моя платежка последняя. Мне нужно ее выгрузить непосредственно в файл, который пойдет в клиент-банк. Здесь еще есть отборы «Не проведено банком», либо «Проведено банком», если мы нажмем «Все исчезнет», либо «Все платежи». Здесь также есть галочка «Проведено банком». То есть, если вы просто хотите провести банком, чтобы платежка уже считалась проведенной, то она отображается как проведенная. Здесь можно вручную создать поступление. Здесь можно вручную создать списание. Но реквизиты никак не отличаются, не будем их смотреть. Что делаем дальше? Здесь есть кнопка «Выгрузка и загрузка платежей». Здесь… Сейчас, еще секунду. Вот внизу тоже есть «Начало», «Поступило», «Списано», «Наконец». То есть, это остатки по нашему счету. Так, что-то мне кто-то нарисовал. Сейчас, секунду. Коллеги, не знаю, как это делается. Пожалуйста, не рисуйте на экране. Так, непосредственно «Выгрузка и загрузка платежей». Нажимаем «Выгрузка», «Выгрузка в банк». Вот вся вот эта система у всех 1С, она одинаковая. Здесь ничего принципиально нового вы не увидите. Вот я 10 лет назад работал бухгалтером когда-то. Вот принципиально ничего не меняется. Идем дальше. «Выгрузка платежей в банк». Вот у нас есть наш счет 27-10, наш счет. Здесь он появится только тогда, когда мы в самом счете укажем, что обмен с банком включен. То есть, то, что мы вначале делали. Если не поставить эту галочку, то в этом списке она не появится. Дальше. Мы нажали галочку, что надо «Выгрузить». Вот у нас наша одна платежка появилась. Здесь отображается только «Невыгруженный». Коллеги, я здесь не буду долго останавливаться, потому что, еще раз говорю, ничего принципиально нового, ничего принципиально отличающегося от других систем здесь нет. Сейчас, секунду. Проблемы какие-то с панелькой, не уходит она. Так, соответственно, вот наша платежка. Естественно, если бы у нас было 100 платежек, было бы 100 платежек. Что мы делаем дальше? Здесь есть настройки обмена. Мы можем указать, куда выгрузить файл. Здесь важный момент. Вы можете выгружать все счета одновременно в разные файлы. То есть, можно для каждого счета настроить отдельную выгрузку. Для какого-то отдельного счета. Для какого-то отдельного файла. Я просто сейчас создам текстовый файл. Неважно, как он называется. Я его просто только что создал, выбрал. Нажал, что у меня будет этот текстовый файл на рабочем столе. Все, выгрузить платежи. Все, платежи выгружены. Он мне показывает, последняя выгрузка была сегодня 27 октября. Если я нажму на этот файл, здесь, соответственно, файл для выгрузки. Опять же, здесь ничего особенного нет. Ничего принципиально нового. По выгрузке. Здесь есть отчет еще. Тоже выгрузка. Отчет по выгрузке. Если он вам понадобится, можете использовать. Так, пойдем дальше. Выгрузка. Дальше отчетность. В казначействе есть, на самом деле, достаточно много отчетов. Казначейство, отчетность. Вот все вот эти отчеты мы видим, в том числе по финансовым инструментам. Но на самом деле все сводится к тому, чтобы отобразить начальный остаток, конечный остаток, приход, поступление и расход. Поэтому самый основной отчет – это ведомость по денежным средствам. В нем мы можем увидеть остаток по нашим счетам. И непосредственно с ним работает уже казначей, когда делает заявки. Коллеги, вот упустил момент один. Есть же не только выгрузка, но и загрузка. Соответственно, если в бедоналичных платежах загрузка выписки, здесь мы также выбираем наш банк, загружаем выписку из какого-то файла, который выгрузили из клиент-банка, либо у нас настроена интеграция с клиент-банком и загружаем. Но у меня интеграции никакой нет, здесь нет никакого банка, поэтому я непосредственно что-то показать не могу. Но, опять же, этот функционал весь тот же самый, что и, допустим, в 1С бухгалтерии, в 1С комплексная автоматизация, управление торговлей. Абсолютно все то же самое. Принципиально ничего не отличается. Опять же, вот наша ведомость. Что она показывает? Вот наши три счета. Ну, потому что у меня отбор по моей организации. Вот наши три счета. Начальный остаток, приход, расход, конечный остаток. Если я поставлю за первое число, то мы увидим, что к нам пришел миллион по нашему. Давайте я увеличу. По нашему счету пришел миллион. Это рублевый счет. Расходов не было. И миллион, конечный остаток. Почему расходов не было? Потому что мы еще не провели в банк. А если мы безналичные платежи, вот наша платежка, нажмем проведеного банка, мы укажем число 27. Сейчас он проведется. Обновим ведомость и увидим, что у нас 400 тысяч появились. То есть здесь есть определенный лаг, что вы, когда создаете списание безналичных денежных средств из платежного календаря, эта сумма исчезает. Вы выгружаете данные, но в ведомости по денежным средствам, в регистрах, пока банком не проведено, эти данные не фиксируются, что есть расход. Так, вот это основной на самом деле отчет. Вы можете, соответственно, настроить настройки, сделать, нажать настройки и настроить его под себя, как вы захотите. Здесь абсолютно свободная структура, можете вывести все, что угодно. В том числе и некие детальные записи, некие документы, чтобы отображались документы. Ну, то есть в иерархии у вас под счетами еще будут отворжаться данные. Если у вас много-много счетов, сейчас выключу, то у вас будет более объемный счет, денежные средства на банковских счетах. Вот здесь важный момент. Вот здесь есть раздел «Денежные средства в пути». Здесь важный момент. Когда вы перемещаете деньги со счета на счет, в платежном календаре данные по переводам между счетами тоже отображаются. Но вот эти деньги в пути, они могут зависнуть. То есть вы можете составить один документ перемещения со счета, списания со счета с указанием счета поступления. Но деньги эти на какой-то срок могут зависнуть. Допустим, на три дня. В системе есть некая установка на количество дней по перемещению, по умолчанию. Поэтому эта сумма в некоторых сборках иногда зависает. И в платежном календаре у вас, вы вроде эту сумму уже оприходовали на счете, а она все равно будет висеть. Здесь есть такой момент. По остальным отчетам. Движение денежных средств тоже ничего особенного. Соответственно, движение денежных средств. Здесь нет ничего интересного, все равно все сводится к движению. Так, коллеги, дальше идем. Объемная тема тоже такая. Настройка лимитов. Настройка лимитов. В системе можно использовать две системы по лимитам. Сейчас, секунду, коллеги. Две системы по лимитам. Это по документам лимита расхода денежных средств и по данным бюджетирования. Давайте посмотрим, как это работает. НСИИ, НСИИ, администрирование, казначейство. То, что мы смотрели, планирование, контроль. И выбираем по документам лимитов расхода денежных средств. Что это значит? Что мы будем формировать лимиты не по данным бюджетирования, не по бюджетам, а именно по отдельным документам. Вот мы включили этот инструмент, мы переходим к казначейству, и вот здесь у нас появилась такая строка лимитов расхода денежных средств. Если мы на нее нажмем, мы можем создать лимит. период, мы можем указать организацию нашу, допустим, подразделение, мы можем указать период. Вот здесь в чем проблема? Период по умолчанию может быть только месяц, ну то есть какой-то из месяцев. Мы указываем данные по статье, лимит по статье. и указываем сумму. Допустим, 10 миллионов. Вот это весь функционал данной опции, поэтому его, как правило, не применяются, потому что здесь нет каких-то дополнительных аналитик, но если у вас простое лимитирование, вы просто хотите начать лимитировать, вы просто хотите отслеживать эти данные, и у вас нет какой-то необходимости в лимитировании от бюджетов, у вас нет самих бюджетов, нет ответственных за эти бюджеты, вы просто хотите обозначить, что за месяц можно потратить вот по этим статьям определенные суммы. То да, это имеет место быть. Но здесь еще есть один момент, здесь лимитирование указывается в валюте управленческого учета, а если у вас валюта управленческого учета это доллар, то здесь вы будете указывать только доллар. То есть где это указывается, это инции администрирования, предприятия и вот валюты, валюты управленческого учета. Если она у вас доллар для каких-то определенных целей, доллар, евро, либо другая валюта, то он будет указываться только в этой валюте, к сожалению. Поэтому такой инструмент, этот инструмент применяют редко. И с настройкой лимитов, самая настройка лимитов, я вам буду показывать на бюджетировании. Так, выключаем, переходим обратно и включаем бюджетирование по данным бюджетирования, лимитирование по данным бюджетирования. У нас сразу появляется галочка настроить правила лимитирования расходов денежных средств. Он мне выводит модель бюджетирования, потому что на основании модели бюджетирования настраивается лимитирование. Я не буду как-то подробно останавливаться, мы просто настроим лимит для нашей статьи. Что для этого нужно сделать? Переходим в бюджетирование, планирование, настройки справочника, статьи бюджетов. Так, создаем статью и непосредственно статью назовем оплату поставщику за сегодняшнее число. У статьи бюджетирования шерстный аналитик, но организации и подразделения являются сквозными аналитиками, их здесь указывать не надо. Для примера можем указать договор, контрагент. Что еще? Иногда можно номенклатуру указать, но номенклатура непосредственно если в какой-то другой статье. То есть можно указать любую аналитику в шести этих аналитиках. Кстати, статьи ДДС тоже можно указывать. Но главное, чтобы по этой аналитике можно было бы провести некую параллель с заявкой. То есть в заявке должна быть эта аналитика. Иначе смысла нет, иначе лимит не сойдется. Либо придется что-то дорабатывать. Это не то, чтобы сложно, но все равно придется обращаться к разработчикам. Так, даже не ставим никаких галочек, просто записать и закрыть. Я вот так вот выберу. Все, мы создали статью. Теперь создадим бюджет с этой статьей. Бюджет, настройки и справочники, виды бюджетов. Ну вот у меня есть уже какая-то модель бюджетирования. Я придумывать ничего не буду, поэтому создам на ней. Какая именно модель бюджетирования на самом деле не принципиальна сейчас. Главное, чтобы у нас она была месячная. Период, периодичность, месяц. Все остальное нам сейчас не важно. Ну и чтобы были организации и подразделения. Мы создаем бюджет, просто чтобы он был. Создаем бюджет лимитов 27, 10. То есть за сегодняшнее число. Он будет у нас на месяц. Бюджет лимитов, отклад поставщикам. Вот так вот. Число я пишу, чтобы идентифицировать в системе, чтобы не путаться. Что нас здесь интересует? Это то, что на месяц. Дальше идем в структуру бюджета. Больше нас в этой вкладке ничего не интересует. Здесь тоже, если вам будет интересно бюджетирование, то можете посмотреть вебинары по бюджетированию. Я просто сделаю быстренько настройку. Я создаю простую таблицу. Меня больше ничего не интересует. Перетаскиваю в колонки месяц. В строки я ставлю свою статью, которую создал. Вот оплата поставщику. Записать. Создаем экземпляр бюджета. Здесь у меня все по умолчанию уже указалось. Меня интересует октябрь. Период октябрь. Сценарий. Сценарий мне вообще в принципе не важен. Прям вот вообще не важно сейчас. Организацию указываю, потому что у нас может быть по организации. Вот заявки у нас тоже по дирекции, кстати. Сценарии, что для нас важно. Ну нет, сценарий для нас ничего не важно. Главное, чтобы он просто был. Валюта важна. Вот единственное, что важно. Переходим в бюджет и ставим здесь сумму. Сумма будет 500 тысяч. Переходим в бюджет. Переводим его в статус утвержден. И проводим. Давайте провести и закрыть. Все, мы это закрываем. У нас бюджетирование. Экземпляры бюджетов. Вот наш бюджет. Мы его создали. У нас на октябрь по этой статье оплата поставщику 500 тысяч. Лимит. Теперь поэкспериментируем немного. Переходим в заявки. Давайте создадим заявку еще одну. На 27-е. На 27-е. Провести. И он не дает теперь нам провести, потому что мы включили бюджетирование, и эта заявка не попадает ни в одно разрешающее правило лимитирования. Почему? Мы еще не настроили связь. У нас не настроена никакая связь для нашей статьи, поэтому он ничего не видит. Так, отмена. Мы не можем ее провести, но мы можем ее сохранить. Здесь что важно. Если сотрудник, если у вас настроены лимитирования, если ваш сотрудник заходит, ему нужно обязательно создать заявку, чтобы она, по крайней мере, была в системе, чтобы ее видели. Вы можете ее сохранить, но не можете провести. Здесь такая система, что если лимитирование... Во-первых, лимитирование включено. Если ничего не настроено, ни одну заявку провести нельзя. Если нет ни одного правила по лимитированию. Дальше. Второе. Если... Ну и, соответственно, заявку провести нельзя, но можно ее сохранить, чтобы она была в системе. Потому что если человек заходит, заполняет заявку, и вдруг ему нельзя ее провести, то будет очень обидно вводить ее каждый раз, просто для того, чтобы узнать, входит она в лимит или нет. Поэтому ее можно сохранить. Теперь нам нужно настроить связь. Нам нужно настроить две вещи. Первое. Переходим. Бюджетирование, планирование, настройки справочники, статья бюджета. Переходим. Оплата поставщику. Нет. Переходим в модель бюджетирования сначала. Так будет интереснее. Находим нашу модель бюджетирования. Вот она. И здесь есть вкладка. Лимит расхода ненежных средств. Все увеличу. Создаем правила для нашей статьи. Нажимаем создать. Что здесь есть? Заполняем владелец. Владелец – это та модель бюджетирования, которую мы вводим. Статья бюджетирования. Нажимаем нашу статью бюджетирования. Периодичность ставим месяц. То есть в рамках какого месяца будут учитываться лимиты. Сценарий. Можно указать конкретный сценарий, по которому будут учитываться лимиты. И да, лучше его указать непосредственно, чтобы привязка была только к конкретному сценарию. Допустим, к месячному сценарию или привязка была бы к некоему лимитирующему сценарию. Дальше. У нас есть три вида лимитов. Разрешающий в пределах лимита, дополнительно ограничивающий и информационный. Если нажат разрешающий в пределах лимита, соответственно, это уже сам лимит. В рамках этого вы можете только в обозначенных рамках, вот в те 500 тысяч, которые мы ввели, мы сможем сделать заявки. Ни в какие другие рамки мы не сможем влезть. То есть сверх этого лимита нужно будет нажимать галочку «сверх лимита». Я вам покажу чуть позже. Дополнительно ограничивающий. Если это имеет место быть, когда у вас идет планирование сверху вниз. Допустим, вы сначала планируете по какой-то статье, либо по подразделению какую-то сумму. Допустим, 10 миллионов или 30 миллионов можно потратить на закупки товара. Но вы ставите, что 30 миллионов может потратить подразделение, закупочное подразделение. А уже в рамках отдельно вы обозначаете, по каким статьям, какие суммы можно сделать. По оплату на оплату товара, на оплату сырья, на оплату ЖКХ и так далее. Отдельные лимиты. Но это можно делать, на самом деле, без дополнительно ограничивающих лимитов. Это можно делать и в разрешающих пределах лимита. Вы можете сделать один бюджет по подразделению, потом сделать отдельный бюджет по статьям. Но при этом придется настраивать отдельные вещи по сокращению первой цифры. Может быть, непонятно говорю, но когда будете это делать, столкнетесь с этим наверняка. Например, информационный. Информационный ничего не делает, просто информационный лимит. Он будет информировать, выдавать отдельное красное такое поле, что заявка превышена. Но проводить ее даст. То есть ничего не будет происходить, кроме как вот этого отдельного поля, что заявка превышает лимит. Мы будем использовать разрешающие в пределах лимита. Вот здесь внизу самое, в общем-то, интересное. Здесь аналитика статьи бюджетирования. По аналитике можно устанавливать отдельные лимиты. То есть если вы не хотите устанавливать лимит по какой-то определенной аналитике, здесь ничего не указываем. Если мы хотим сделать отдельные лимиты по организациям, указываем организации. Если хотим сделать отдельные лимиты по подразделению, указываем подразделение. Если вдруг у нас есть возможность планировать на месяц или больше срок отдельные данные по договору и по контрагенту, то можем указать эти аналитики. Нам сейчас это не важно. Кажем только по организации и по подразделению. В принципе, вот настройка лимита. Указываем статью, указываем периодичность, сценарий, аналитики. Все, настроили. Нажимаем записать-закрыть. Что делаем дальше? Нужно сделать вторую вещь. Если мы нажмем заявку, еще раз проведем ее. Видите, она все равно не проводится, нету лимита. Теперь нам нужно перейти в статью бюджетирования. Почему система не видит этого? Потому что статьи, элементы системы, статьи бюджетирования и статьи DDS еще никак не связаны. Он не видит, что с чем совпадает. Ну и в принципе нету какого-то правила, которое предполагает сравнение, скажем так. Это сравнение настраивается как раз вот здесь. Статья бюджетирования, правила получения фактических данных. Здесь есть отдельный тип правила. Исполнение бюджета. Нажимаем создать. У нас здесь тип правил. Можно было просто нажать создать. И указать тип правила. Здесь есть фактические данные, исполнение бюджета, исполнение бюджета, фактические данные. Фактически данные, допустим, для полнофактных отчетов применяются. Раздел источника данных. Мы можем лимитирование проверять по оперативному учету, можем по регламентированному учету, по международному учету, либо произвольным данным. Но регламентированный учет для 1С ERP вторичен, если он не включен, как онлайн проведение. Поэтому мы выбираем оперативный учет. Мы видели в статье «Движение денежных средств» хозяйственную операцию. Нам нужно указать ту же самую хозяйственную операцию. Но я покажу, как это выглядит в списке. Список с большим количеством хозяйственных операций. Но у меня здесь уже выводится, поэтому есть. Хозяйственная операция и источник суммы. Нужно указать нужный источник суммы. Это сумма к выплате. Все остальные источники нас не интересуют. В рамках лимита, сверх лимита – это уже дополнительные настройки. Нас интересует сумма к выплате. Идем в дополнительный отбор, добавить новый элемент. И выводим статью «Движение денежных средств». Нажимаем «Новый элемент», статью «Движение денежных средств». «Равно» и убираем нашу статью. Вот 27-е, 10-е. Выбрали нашу статью. Это нужно для того, чтобы наш лимит смотрел только данные, данные только по этой статье. То есть все остальные статьи он не должен смотреть. Чем это чревато? Если не указать вот этот лимит, то он будет учитывать не только данные по этой статье, но и по вообще всему-всему. По другим статьям тоже. Заполнение аналитик. Видите, вот здесь у меня вышла изначально ошибка. Договоры. В источнике данных он не нашел договоры в оперативном учете. Он тут есть, можно выбрать. Это не принципиально на самом деле. Это аналитики, если вдруг надо будет настраивать. Но мы не настраивали по договорам, либо контрагентам, поэтому нам это не важно. Нажимаем «Записать и закрыть». Все, выключаем и пробуем провести нашу заявку. Она у нас на 250 тысяч проводим. Нельзя. Он тоже нам не провел, но при этом он написал, что общее превышение 2 миллиона. Почему общее превышение? Потому что у нас большое количество заявок уже согласованы, проведены. Поэтому он учитывает этот лимит, что 500 тысяч всего расчет, а у тебя уже превышение на 2 миллиона, то есть 2,5 миллиона. Так. Мы в этом случае можем... Я увеличу лимит. Увеличу лимит до... Ну, пусть будет 5 миллионов. И еще раз проведу. Все. Он дал мне провести заявку, потому что у меня правило попало в правило лимитирования. Но это еще не все. Давайте укажем... Давайте я ее распроведу. И укажу 10 миллионов. 10. Провести. Не дает провести превышение лимита. Потому что у меня был лимит 5 миллионов, а тут 10 миллионов, да еще и 2,5 миллиона предыдущих заявок. Если у вас есть такая заявка, которую вы не можете провести в рамках лимита, можно обратиться к сотруднику, если это отдельный сотрудник, либо у вас есть права на проведение заявки сверх лимита. Есть такая галочка сверх лимита. Вы можете нажать сверх лимита, если у вас есть определенные права, если вам нужно все-таки это оплатить, и провести заявку. Она проведется. То есть с галочкой сверх лимита она проводится, но это только при определенных правах. Так, настройка лимитов. По настройке лимитов тоже все. Основную схему я рассказал. Все остальное – это, соответственно, вариации. Если вам нужно настроить по каким-то отдельным аналитикам, которые в статье, то добавляете в правило лимитирования отдельную аналитику и планируете по отдельной аналитике. Также связь из статьи, бюджетирование правил получения фактических данных. Здесь тоже можно заполнение аналитик. Нужно выбрать определенные аналитики, настроить вот так вот источник данных, и тогда лимиты будут работать. По статье еще можно сделать отбор. И тогда у вас лимит будет работать. То есть два момента. Наличие статьи. Наличие в статье настройки по получению данных, по анализу данных с типом правила исполнения бюджета. И настройка в модели бюджетирования, настройка лимита. Все, лимиты по бюджетированию непосредственно работают. Ну и наличие, соответственно, экземпляра бюджета. Экземпляра бюджета по тем настроенным реквизитам, которые у вас есть. Так, коллеги, у меня все по тем темам, которые я хотел осветить. Ну и в принципе, имеется в виду, что вот мы взяли... Сейчас долистаю. Мы взяли вот эти блоки, и это тот минимум, с которым можно настроить себе казначейство, ну, допустим, за месяц. То есть вы посадили казначея, вы настроили доступы сотрудникам, чтобы вводить заявки, либо обозначили, кто эти заявки вводит. И у вас создаются заявки, у вас есть у казначея, у ответственного сотрудника платежный календарь. Вы можете выгружать данные, загружать их обратно, смотреть отчетность, и можете настроить лимиты. Это тот минимум, с которым можно внедрить казначейство. И, соответственно, когда вы внедряете казначейство, это при условии, что у вас нет каких-то критических требований к функционалу. Если есть какие-то критические, ключевые требования функционала, то нужна какая-то доработка. Но если нет, то можно использовать типовой функционал. Теперь по вопросам пройдем. Теперь по вопросам. Так, как реализованы в вашем решении требования принципов? Я, если честно, не знаю вот эти сокращения, поэтому, наверное, не смогу ответить на этот вопрос. Потом, может быть, отдельно смогу отписать, если напишите на почту. Если разделение правами возможности, согласовывайте отправить к оплате заявки. Да, есть отдельные права на отдельные статусы. То есть у нас четыре статуса. У одного сотрудника будут права на создание заявки. У другого сотрудника будут права на согласование заявку. У третьего сотрудника могут быть уже права казначей, которые он использует для оплаты. У второго человека, который согласовывает, он же может и отклонить. И отдельные права на перевод к оплате и распределение между счетами. Это настраивается непосредственно в правах доступа. Почему получатель и поставщик заявки разные? Потому что получатель, если мы выберем получателя, откроем, это контрагент. А если мы откроем поставщика, это партнер. Мы можем выбрать партнера, который привязан к контрагенту. Ну вот в данном случае Дальстрой. А вообще, в принципе, мы можем выбрать любого поставщика. Здесь можно выбрать любого поставщика. Любого партнера, скажем так. Разные справочники. Можно ли делать группировку счетов по банку? Так, я не помню, в какой момент это написали. Группировка счетов по банку. Коллеги, уточните, где вы это писали. Может, я уже ответил. В платежном календаре. В платежном календаре счетов по банку. Ну нет, здесь такой функциональности нет. Здесь непосредственно счета. Но здесь можно выбрать непосредственно, какой счет вы хотите отобразить. Иерархии. Вот здесь вот иерархии. Может, об этом спрашивали. Здесь иерархии по банку нет, к сожалению. Другой какой-то иерархии. Тут нет. Мне задают заказчики периодический вопрос по иерархии. Но, к сожалению, нет в этом функционально. Возможно ли сразу формирование реестров заявок на оплату реестров ЗНО по всем актуальным открытым КЗ в рамках горизонта платежного календаря, например, оплата по всем процентам по кредитам, траншам, выпускам, облигациям, договорам, поставкам и т.д. Возможно ли сразу формирование реестров заявок? Есть формирование реестра заявок в финансовых инструментах, если вы по кредитам. Но это, опять же, это про договоры. Если у настроен кредитный договор, если здесь настроен график, то можно нажать создать заявку на расходованный денеж средств, и он будет создавать заявки. Там, я точно не помню, зависит от сборки. У некоторых можно создавать все сразу заявки по графику, и у вас создадутся сразу все заявки по графику. Сейчас, наверное, не вспомню, где именно это делается. Может быть, в казначействе в заявках. Нет, не вспомню. Есть где-то создание этих заявок групповое, именно от кредитных договоров. Но это только финансовых инструментов. То есть именно по каким-то документам уже не договор поставок, допустим. От договора поставки тоже можно сделать, но там намного меньше настройки... Сейчас покажу. Намного меньше настройки по самим договорам. А здесь договор не указывается. Так. Коллеги, не могу показать, здесь не указывается соглашение договора, но, в общем, в договоре можно будет... Очень скудная такая настройка по графику оплаты, поэтому группового нет. Можно только одну создать. Сколько возможно уровней иерархии согласно заявок на оплату? Уровни иерархии по заявкам на оплату тоже. Если это касается платежного календаря, если вы спрашивали про эти иерархии, то, в принципе, сколько угодно. Здесь нет ограничения. Скажите еще раз, пожалуйста, обзор денежных разрывов, гэпов, ликвидности в платежном календаре. Ну вот, допустим, по счету у нас есть остаток 600 тысяч, у нас есть списание, у нас есть кассовый разрыв по счету. Но итог, допустим, остаток. Общий остаток по всем вышеперечисленным счетам и кассам. Это даже с учетом нераспределенных заявок. Вот у нас минус. Минус 9 миллионов 300 тысяч. И итоговые данные тоже вот. Сколько всего поступления, сколько всего списания и остаток по рублевым счетам. То есть здесь можно в трех, в нескольких местах увидеть все эти кассовые разрывы непосредственно по счету, непосредственно по всем счетам, которые либо вы выберете, либо отберете по организации. И итоговые данные. Ну вот эта и вот эта цифра, это одна и та же цифра, но просто в разделе «Итого» показывается еще поступление не распределено, списание не распределено в общем. И поступление списания в общем, то есть без привязки к счетам. Ну, кто-то пользуется. Так, есть ли такие финансовые инструменты, как облигации, векселя, сделки, репои, сделки скопов, валютные сделки, spot futures, forward, другие сделки, хеджирование, рисков, валютные проценты, ценовые. Да, есть финансовые инструменты. Ой, предначительство. Это финансовые инструменты, договоры, кредиты. Кстати, вот оформление заявок на оплату. А, вот, кстати, оформление заявок на оплату. То, что вы спрашивали, заявка на оплату. Вот здесь не могу показать, не настраивал. Здесь можно, соответственно, выбрать. Здесь будут отображаться данные по какому-то договору. Вот, допустим, вы видите один договор и разные даты. Потому что там настроено по оплате. Но это проценты и оплаты. Соответственно, можете выбрать и создать групповой обработкой заявки. Так, есть ли инструменты? Да, есть, но не все. То есть все, что вы перечисляете, этого нет. Есть договоры кредитов, депозитов. У них есть какие-то свои вариации. Сейчас его откроем. Вот, кредит, займ. Вот все, что вы видите. Кредит, депозит, займ. Все. Других каких-то. Ну и тип договора. Вот есть еще можно по типу договора. Все. Есть ли у вашего решения интеграции с внешними системами? На каком ЦБ, РФ, бирже? Но здесь есть это у ERP, в смысле. Один из ERP. Есть связь, настроенная по курсам валют. Непосредственно по банкам, если вам нужны банки. По биржам, честно говоря, не могу сказать. Никогда не сталкивался с этим. Но в любом случае, 1С ERP – это такой динамичный продукт. Если нет этого функционала 1С ERP, то этот функционал может быть в других продуктах 1С, либо в дополнительных надстройках на 1С. Либо, если этого нет, то можно настроить интеграцию. Конечно, это требует определенных трудозатрат, но да, можно. Принципиальный вопрос. У вас реализована концепция централизованного конвейерного казначейства по группе связанных юридических лиц или только концепция локального казначейства для одного юридического лица? Здесь можно делать для любого количества юридических лиц. Единственное, зависит от того, сколько человек будет работать. Ну, то есть, сколько человек будет решать вопросы, казначейские вопросы непосредственно по каждой организации, по группам организаций. Вот здесь есть отбор в платежном календаре. У вас, если сотня, тысяча человек составляет заявки, они попадают в ERP, а казначей занимается не всеми, но только определенными компаниями. Можно, соответственно, выбрать только определенные компании, и он будет работать только с банковскими счетами и кассами определенных компаний. То есть, можно сделать так. Здесь нет ограничения непосредственно по количеству компаний. А какой имеется простой алгоритм решения валютного, разрыва валютной ликвидности? Простой алгоритм, ну, опять же, зависит от вашей компании, как вы его решаете. Если вы видите, что минус, то, соответственно, нужно что-то делать за пределами этой системы. Либо у вас будет поступление денег, можете его тут запланировать, либо у вас будет кассовый разрыв, и непосредственно нужно перекинуть эту платежку, эту заявку на другое число. Это уже работа непосредственно финансово, непосредственно казначейская. Так, проще сделать, добавить кнопку вверх-вниз вместо вправо-влево. Вверх-вниз, наверное, вы имеете в виду здесь. Ну, не знаю, зачем вверх-вниз, но здесь можно их перемещать. Если сделать кнопку вверх-вниз, то здесь перемещение вверх-вниз, оно ничего не дает. Это просто такая сортировка, она ничего не дает. Здесь можно как угодно делать. Согласовывать можно не целиком всю заявку, а только один из атрибутов, параметров ее. Да, можно согласовывать только определенную заявку. А, нет, коллеги, не могу сказать, заявка одна. Сейчас давайте создадим. Хотя у меня там были... Нет, не согласованы, нужно. Пустим провести. А, она не провелась. Сейчас, секунду. Вот, не согласована. Можно ли согласовывать не всю заявку? Нет. Значок согласован, не согласован. Он имеет у всего, всей заявки. То есть это статус всей заявки. Но потом можно переносить по частям. Ну, соответственно, если вам нужно разделить, уменьшить заявку, то есть какая-то часть. Вы хотите уменьшить заявку, то надо уменьшать заявку, сумму. Если нужно их разделить, эту заявку на какие-то две разные статьи, то, вот я говорил, вы можете делать заявку на две разные статьи расходов, но при этом это будет все в одной заявке. То есть чтобы вам согласовать отдельно по каждой статье, лучше делать отдельные заявки. Как изменять таблицу, часть верхнего поля в платежном календаре? Табличную часть верхнего поля в платежном календаре. Но не совсем понимаю вопрос. Наверное, я рассказал про это, как ее менять. А, можно ли менять ее, перенастраивать? Нет, здесь нет. Здесь можно только вот есть вот эта настройка, что отображать, что не отображать. Можно скрыть рабочие дни, сделать какие-то отборы непосредственно. И, в принципе, все. Здесь только какие-то вот свернуть все, разыкрыть все и все. Все, здесь больше ничего такого нет. Какой срок действия лимитов и как наследуется лимит на сотрудника при его временном отсутствии, отпуск, болезни и так далее? Вот это, на самом деле, вечная проблема по лимитам по сотруднику. Здесь нужно делать лимит непосредственно по подразделению. Так, какой срок действия лимитов? Ну, соответственно, когда показывали модель бюджетирования, здесь есть периодичность лимита. Соответственно, если вы сделали... Вот у вас экземпляр бюджета на октябрь. Вот он действует на октябрь. Если вы захотите сделать сейчас на период другой, там меньше день, неделя, декада, обычно не применяется, обычно месячный и выше. Но это тоже можно делать. При его временном отсутствии. Вот здесь, да, такой момент. Обычно этого не делают, но можно как-то заморочиться, сделать лимит непосредственно по сотруднику. Но лучше делать лимиты по определенному подразделению, потому что в одном подразделении работает несколько человек, и они работают под одним лимитом. если делать по разным сотрудникам, по разным ответственным, либо... Обычно это все равно решается через подразделение, потому что разные сотрудники занимаются либо разными клиентами, а разные клиенты... Это могут быть разные направления, подразделения и так далее. Можно указать по направлению. Если он уходит в отпуск, то нужно будет скорректировать лимит, скорректировать бюджет. Корректировка бюджетов – это вообще отдельная тема. Можно придумать какой-то отдельный экземпляр бюджета, который скорректирует эти данные по аналитикам. Это сложно, но можно. либо скорректировать непосредственно сам регистр, в котором фиксируются лимиты. Вот мы, если нажмем отчет движения документов. Вот регистр оборота бюджетов. То есть мы можем напрямую скорректировать этот регистр на другое подразделение, сотрудника и так далее. Но когда вернется он из отпуска или после болезни, то придется вернуть все обратно, если это в рамках одного периода было. То есть за этим придется следить, это придется отслеживать. Всегда корректировка бюджетов. Всегда все компании просят, требуют. Вот отдельно даже недавно был пресейл, когда попросили сделать очень-очень большую надстройку по корректировкам ERP. ERP менее адаптирована к корректировкам бюджетов, чем 1С управление холдингом, допустим. Но здесь это тоже можно сделать, если это не сильно сложно. Если не сильно у вас сложный какой-то бизнес-процесс. Можно ли лимиты по бюджету загружать в базу из Excel? Можно загружать из Excel. Вот здесь видите экземпляр бюджета Excel и загрузить из Excel. Ну, просто у меня проведенный этот час подготовки, бюджет. Загрузить из Excel. Можно непосредственно из Excel загрузить такую же форму. Можно ее сначала выгрузить, отправить какому-нибудь ответственному за подразделение, а потом загрузить уже заполненную форму непосредственно в экземпляр бюджета. Да, из Excel можно. Понятие лимитов только внутри понятия бюджета. Нет, как я говорил вначале, это НЦИ, казначейство. Есть для два вида лимитирования. Либо простое лимитирование. Помните, я показывал документ по лимитам. По документам лимитов. Это непосредственно просто один документ, который непосредственно просто один документ, в котором фиксируются все лимиты. Либо по данным бюджетирования. Если вы спрашиваете по лимитированию, скорее всего имели в виду лимитирование по каким-нибудь закупкам, либо лимитирование по отпуску в производство и так далее. Нет, здесь лимиты имеются в виду только по оплатам. В ERP лимиты только по оплатам, но да, иногда заказчики просят настроить лимиты, в том числе по закупкам, в том числе по производству, по складам. Это нужно отдельно отрабатывать. Спасибо, спасибо вам, спасибо. Раздел только валютных счетов, раздел только рублевых счетов. Это, наверное, мне на что-то отвечали. Ситуация. Не хватает лимита. Как можно увидеть, сколько было изначально с лимитированием, сколько добавили. Можно ли делать перенос между статьями ДДС? Какие отчеты есть по лимитам, при типе лимитов по бюджетам? Смотрите, по бюджетам. Если у вас лимитирование по бюджетам... Сейчас покажу. Когда вы настраиваете вид бюджета, есть такая галочка «Использовать для ввода плана». Если она не нажата, то вы делаете отчет. Вообще, в принципе, вся система бюджетирования – это конструктор, в котором вы можете настроить формы ввода, формы отчетности. То есть вы ввели какие-то данные. После этого вы можете сделать отчет на этих данных. Непосредственно есть отчет в бюджетировании, отчет по бюджетированию. Оборотная ведомость по статьям бюджетов. Она отображает все данные по оборотам, по статьям бюджетов. Сколько изначально было залимитировано, сколько добавили. Вот с этим будет сложнее. Нужно будет что-то придумывать. Нужно будет отображать, допустим, оборотную ведомость по статье. Вы можете настроить этот отчет по документам, чтобы выводились документы, и показывать, соответственно, документы. Но, в принципе, когда вы будете, если это корректировка, то вы можете уже в самой форме посмотреть, куда что добавилось. У меня период, наверное, был большой выбран. Но тут мало что видно, на самом деле, по статьям. Его нужно настраивать. Сейчас не буду настраивать. Но вывести это можно по периодам, по периодичности. Именно сколько залимитировано, сколько добавили, здесь будет проблема. Да, потому что такого нету правоприемственности между экземплярами бюджетов. Если в плане, если в документах планы продаж, планы производства, их можно делать замещающие, но все равно это будет один и тот же регистр. Тут тоже экземпляр бюджета, он не замещающий, он влияет непосредственно на обороты бюджета, на регистр оборотов бюджета. Поэтому отследить по отдельным документам, это можно сделать доработку, но в типовом нельзя. Можно ли делать перенос между статьями? Да, можно. Вы можете просто ввести новые, опять же, настроить форму. Вы можете настроить форму, как вам нужно, и в одной строке у вас будет выводиться данные, текущие данные по статье, просто отображаться. Чуть ниже у вас будут, допустим, выбраны все статьи, и можно настроить так, что при вводе значения либо нового значения, либо корректирующего значения, конечная статья, первоначальная статья, которую вы хотите скорректировать, будет корректироваться. Можно вывести просто все данные по всем статьям и колонками. Первоначальное значение, измененное значение и отличие. И настроить так, чтобы все это менялось. И тогда будет сохраняться история. Какие отчеты есть по лимитам при типе лимитов по бюджетам? Опять же, отчет можете настроить по конструкторам, но именно лимиты в бюджетировании не предполагаются как отдельный инструмент. Я написал так бюджет лимитов, он может быть назван как угодно, это может быть оперативный бюджет по оплатам, допустим. И все, оперативный бюджет по оплатам, но по нему настроены лимиты. Возобновляемые кредитные транши есть, кредиты есть, но может возникнуть проблема по возобновляемым. Именно по возобновляемым, потому что проблема здесь в правопреемственности именно между договорами. Здесь только один договор, но это надо, опять же, отдельно смотреть. Просто скажу, что по возобновляемым будут проблемы. Либо нужно что-то достраивать, либо использовать управление холдингом, либо сделать какую-то доработку по связи между договорами и по выводу новых отчетов. по новым отчетам непосредственно с новыми доработками. Коллеги, вопросов я смотрю больше нет. Спасибо большое за внимание. Если что, звоните, пишите. Опять же, запись будет на канале YouTube. Спасибо большое всем. До свидания. Удачного дня. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok